МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Лед крепчает. На переправе Тоболь-Сбекерева поставили знак 15 тонн. Снова в масках в регионе введен комплекс защитных мер от гриппа и ОРВИ. Нюдовый шип. Модные тенденции новогодних украшений. Если вы еще не поставили елку, самое время подумать, чем ее украсить и как создать новогоднюю атмосферу в доме. Что предпочесть, старую добрую мишуру и шарики или нечто ультрасовременное? О модных тенденциях в индустрии новогодних украшений мы поговорим сегодня с Натальей Ермолаевой, директором Центра модной флористики. А пока топ-5 событий этой недели. На ледовой переправе Тобольск-Бекерева установлен знак 15 тонн. Теперь есть возможность завозить на левый берег по зимнику продукты питания и предметы первой необходимости. Переправа Тобольск-Бекерева трехполосная, ее протяженность 900 метров. Контроль за состоянием дороги жизни ведется регулярно. Чтобы установить знак 60 тонн, необходимо толщину ледяного покрова нарастить до 92 сантиметров. Планируется выполнить это в конце декабря или начале января. Три премьерных показа спектакля о жизни и творчестве Петра Иршова представил Тобольский драмтеатр. Пьеса «Обыкновенная история необыкновенного человека» создавалась режиссером Станиславом Губанищевым с авторством Санны Самойловой специально для Тобольского драмтеатра. 31 год театр носит имя великого земляка, информацию о Иршове пришлось собирать по крупицам. Мировая премьера стала возможной благодаря гранту правительства Тюменской области. Первое панорамное изображение Тобольского Кремля появилось под сводом башни гостиного двора. Больше месяца художник Юрий Руденко трудился над созданием этой композиции. Предварительно организаторы согласовали эскизы с Тобольским музеем-заповедником. На территории Тобольского Кремля работает принцип исторической значимости. Завершают роспись и еще одного купола – той башни, где располагаются палаты Морозовые воды. В Тюменской области ухудшилась эпидситуация с сорви и гриппом. На прошлой неделе число заболевших достигло почти 33 тысяч человек. В связи с этим в регионе введен целый комплекс мирозащиты. В торговых центрах и других местах массового скопления людей должна проводиться усиленная дезинфекция. Жителям рекомендовано соблюдать масочный режим, а на предприятиях и в организациях ввести утренние фильтры сотрудников. В Тобольске второй раз прошел фэшн-показ в лабиринте моды. Организаторы решили объединить профессиональных мастеров и местные бренды, чтобы продемонстрировать, как реализовать свою продукцию качественно и со вкусом. 33 зрелищных номера и порядка 100 оригинальных костюмов. Одежда праздничная, повседневная и с национальным колоритом. Наряды демонстрировали модели разных возрастов и параметров. И теперь главная тема выпуска. Наш гость сегодня Наталья Ермолаева, директор Центра модной флористики. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте. Встречаемся с вами перед любимым нашим, наверное, праздником, Новым годом. Он уже так к нам подкрадывается, идет, идет. Самое время заняться украшением своего дома, правда? Вот если, знаете, говорить о индустрии вообще новогодних украшений, как сейчас с этим обстоит дело в контексте импортозамещения? Потому что определенные ограничения есть. Вот как справляетесь, как вы ходите из ситуации? Знаете, это нам не мешает нисколько, потому что наши российские производители молодцы, они активизировались, и у них, наоборот, появилась возможность проявить свои таланты и способности. Очень много замечательных новогодних украшений, аксессуаров они предоставляют нам с радостью, хотя импортные запасы у нас тоже есть. Но изобретательность проявляют? То есть какие-то абсолютно новые, любопытные, оригинальные вещи появляются на рынке? Конечно, да. Поскольку наш народ вообще творческий, это жилка такая творческая нашего прекрасного народа, она присуща, и очень много рукодельников и частные коллекции какие-то выпускают. Я восхитилась, что такие шикарные игрушки из стекла, роспись, ручная, великолепные игрушки, и нисколько они хуже импортных. Игрушки из стекла, то есть мы возвращаемся к давно забытому, мы же уже привыкли, все шары безопасные, их можно кидать кошкам, играть с ними. То есть мы немножечко так, а вот если говорить про модные тенденции, немножко в ретро ушли, или это просто материалы чуть меняются? Ушли в ретро. Ушли в ретро, вспоминаются сюжеты наших народных сказок, сказочные персонажи, и вообще на самом деле вот те игрушки, которые были у нас в детстве, сейчас их воспроизводят в новой интерпретации. Как бы переиздание, да? Да, переиздание, что очень радует. То есть можно игрушку детства найти. Игрушку детства, сказочные персонажи, мультяшные, наши там крокодил Гены, чебурашки и прочие. Очень много таких коллекций сейчас выпущено, и мы с удовольствием приобретаем эти изделия. Здесь модные тенденции, но как-то нам не очень заметны, мне кажется, что мы вроде как бы купили набор шариков, и вот ими эту елку украшаем там каждый год. Или это просто нам не очень заметно, а на самом деле там все бурлит, кипит? Все бурлит, кипит. Все бурлит, кипит. Как было и прежде, разрабатывались тренды года. Они накануне разрабатываются нашими модельерами, и они так же, как и в одежде, точно так же, как и в парикмахерских. Все серьезно? Конечно, конечно. И во флористике в том числе существуют новые тренды. Они одинаковые везде. Цветовая гамма прослеживается, и, соответственно, аксессуары делаются в трендах этого года. Но если говорить про год наступающий, 2023 год, как мы все знаем, кролика, зайчика, милое существо, приятное, а вот здесь какие тренды, если кто-то следит за тенденциями, или как раз пора обновить весь новогодний запас? Что закупать? Смотрите, классика жанра, она как была, так она остается, она никуда и никогда не денется. И если, например, мы приобрели в какой-то год, или в какие-то годы мы коллекционировали классические какие-то элементы, к ним можно легко внедрить, согласно трендам этого года, добавив несколько аксессуаров. Но есть некоторые тренды, которые сегодня хочется очень представить. это нюдовый шик. Это совершенно новый такой, скажем, такое новое дуновение моды, такое нежное, да. То есть здесь присутствует нежность и в соответствии с тем, что все-таки этот год кролика, зайчика, котика, все мягонькое, пушистенькое, легкое такое. Ну, я так понимаю, вот у нас представлен нюдовый шик вот как раз на этой елке. Это вот вся тенденция на лицо, да. Совершенно верно. То есть это можно взять за образец, как вот, ну то есть такими, на полутонах буквально, да. Да. Нет такого перебоя цветового, прям вот гамма очень. Смотрите, нюдовый шик, он включает в себя все аксессуары, ну, игрушки или какие-то еще дополнительные элементы. Это розовый, белый, можно немножко серебра. Здесь и роскошь, здесь и винтаж, здесь и мягкость, и пушистость. Вот в частности, вот, да, звездочка. Вот там балеринка. То есть это может быть мех, это может быть... Пёрышки. Да, вот пёрышки, например, вот такие. Это все вот такое мягкое, легкое, пушистое. И, собственно говоря, такое может быть и драгоценное. И винтаж, винтаж обязательно. А также эта коллекция еще предполагает введение сухоцветов. Они также являются трендом, как прошлого года они были. Очень актуально в этом году. Они еще больше набирают, скажем так, темп применения. Можно даже просто елку из сухоцветов сделать. Собрать, да? Да, обязательно здесь применяются природные материалы. Это могут быть шишки, это может быть... Капушки. Это может быть, например, хлопок вот такой вот. То есть это вот у кого что есть. Если от елки так шире уйти, как раз мы начали с вами говорить про дом. Вот как украсить дом? Понятно, что ты там мишура, но вот композиции. Вот это же такая дизайнерская история. Если ты не флорист, что можно такого легкого, простого сделать, чтобы вот как-то... Вот мы взяли такую обычную, стандартную кружечку. Она такая новогодняя. У нее рисунок со снежинками. И я приготовила вот такой вот флористический материал. Это канадская ель. Мы ее закупаем. Она продается во всех флористических магазинах. И благодаря этому материалу мы можем... Я покажу, как можно... А вот это какая-то губочка, да? Да, это оазис. Так как мы делаем из живого материала композицию, этот оазис должен быть обязательно мокрый. То есть он предварительно замачивается в воде. Перед тем, как мы вставляем элементы из натурального материала, мы, конечно же, обязательно обновляем срез. Сделали такую основу великолепную. Мы можем вставить сюда свечу. И мы можем, согласно уже нашему тренду, Красоту добавлять. Да, добавлять уже какие-то элементы, которые будут подчеркивать стиль нашей новой коллекции этого года. Вот у нас есть вот такие шишечки. Шишечки, конечно же, в композицию нужно... Они у нас вот на таких шпажках уже сделаны. Это делается, конечно, заранее. И шишки вставляются вертикально. Они... Шишка, вообще-то, это символизирует ту же самую свечу. Больших элементов не должно быть много, потому что что-то... Шишка должна быть доминирующая, наверное, да, композиция? Да, свеча доминирует или какой-то крупный элемент. Не должно быть элементов одной и той же формы. Кстати, вот смотрите, у меня здесь есть такая великолепная стеколочка. У нее много блеска. А, это вот про прищепки как раз? Да, это про прищепочки. Это можно, например, применить и где-то ее... А вот есть свободная. Либо вот здесь, либо даже вот на такой веточке посадить. И она будет под дуновением какого-то ветерочка демонстрировать вот этот блеск какой-то, красоту. То есть тут можно улучшать и совершенствовать. Нет предела совершенства. Ну, вот я бы еще шариков где-то добавила, если кто хочет. Но остановиться можно в любой момент. Вот. Спасибо вам большое, Наталья Борисовна, за создание такого новогоднего настроения, чего, конечно, желаем и вам. А я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Ермолаева, директор Центра модной флористики. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова